Всех приветствую! В этом ролике посмотрим, сможет ли УЗО типа А сработать у нас от утечки на постоянного тока. Итак, вот здесь у меня смоделирована одна полупериодная выпрямитель, состоящая из резистора. Ну, это для предотвращения пробоя диода. На всех случаях поставил, потому что переменные конденсатор завез конденсатор и диод. То есть, контур на полупериодном выпрямителе. Согласно инструкции, УЗО типа А, соответственно, она не сработает при однополупериодном выпрямителе. Ну, давайте посмотрим, так ли это или нет. Сейчас я подключил эту схему. Посмотрим при утечке положительной полярности тока. Итак, сначала мы включаем. Убедюсь, что у нас напряжение есть. Вот сейчас я подам. Так. Отсвечивает. Вот. Включаем. Так. 303 вольта. Видите? Вот, всё. Поставим сейчас мы проверим, пульсация есть или нет. Вот, IC. И должно напряжение близко к нулю быть. Так, напряжение. Так. Напряжение близко к нулю. Видите? Это значит, пульсации практически нет. Чисто. Итак. Давайте посмотрим, сработает ли у нас УЗО от утечки положительной полярности. Касаюсь. Всё чётко отработало. При плюсе оно отрабатывает хорошо. Давайте повторим. Соответственно, вот. Опять же, вот. Касаемся плюса, то есть конденсатора. Всё чётко отрабатывает. А написано в пуе, что надо применять УЗО типа Б на этот случай. На самом деле УЗО типа А прекрасно справляется. Ну, в общем, при положительной полярности она срабатывает. Ну, давайте сейчас при отрицательной полярности посмотрим, как она будет себя вести. Итак, я поменял полярность. Здесь это минус конденсатор, вот этот минус, а тут плюс. То есть, тут, соответственно, катод, тут анод диода. То есть, минус. Посмотрим сейчас при утечке минусовой полярности. Давайте убедимся, что у нас мультиметр пока с отрицательным напряжением. Так вот, DC стоит. И вот сейчас включим. Вот. Минус 307 вольт. Вот стоит, то есть полярность поменена. Ну, давайте посмотрим сейчас ещё, есть ли пульсации. Переставляя на переменный ток, пульсации у нас практически нет. Нули горят. Так, всё. Окей, давайте сейчас мы коснёмся к минусу конденсатора. Всё чётко отрабатывает. Повторяем. Чётко отрабатывает всё. Поэтому, можете смело ставить УЗО типа А. Оно сработает и при утечке и пульсирующего, и постоянного тока. Но, при условии, если у нас на УЗО, либо дифавтомат, подаётся переменное напряжение. Не постоянное. И если постоянное, это уже совершенно другое. При постоянном токе, при постоянном токе, если запитать УЗО, это работы не будет. Это я уже полностью проверил. В общем, поэтому эксперимент показал, что при однополупериодном выпрямителе, двухполупериодном выпрямителе, при утечке на землю, то есть, у нас, соответственно, УЗО у нас сработает. Типа А. В обоих случаях плюса и минуса. Поэтому УЗО типа А для этих целей способно сработать. Если бы на полюса мы УЗО подключили постоянный ток, а не переменный, вот тогда бы оно не работало. И теоретически УЗО типа Б, оно как раз и служит для работы в цепях постоянного тока. То есть, когда у нас на полюса не переменный ток, а на постоянный. То есть, плюс, допустим, плюс, минус. Вот в этом случае УЗО у нас, соответственно, работ не будет. Надо УЗО типа Б теоретически ставить. Ну, я не знаю, у меня его нет, и поэтому доказать я не могу. Ну, в общем, у меня всё. Всем всего доброго. Ждите нового видео. Пока.